Главный объект наблюдений – частный сектор. Именно там зачастую находится виновница несчастных случаев – печь. Сотрудники МЧС тщательно проверяют надёжность источника тепла, а также исправность электрической проводки, наличие пожарных извещателей и состояние газопроводов. На кону человеческая жизнь. «От печи не отходим, пока топятся. Всё время смотрим за ними. Где-то что-то обсыпается, я подмазываю в обязательном порядке. Летом на крыше труба пробеливается. Постоянно смотрим за этим. Нам здесь жить». Особое внимание многодетным семьям, а социальным людям, одиноким и инвалидам. На карандаше и пенсионеры. Зачастую возгорания происходят именно в их домах. И если с отопительным оборудованием может быть всё в порядке, иногда в силу возраста подводят зрение, память, внимательность. «Подальше надвигать воспоминяющие предметы. Вообще желательно их не ставить рядышком. Ну и что? Протопочный лист обязан быть. Не перетапливать печечку. Прочищать дымоход ежесезонно». В 2023-м в целях профилактики возгораний сотрудники МЧС посетили 131 тысячу домовладений. Количество пожаров превысило сотню. Смертоносная стихия унесла жизни 14 человек. 42% из-за неосторожного обращения с огнём. «Соблюдайте правила эксплуатации печного отопления. Не перегружайте электрическую сеть. Следите за исправностью электропроводки. Не курите в квартире, тем более в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Используйте обязательно пепельницу. Следите за тем, чтобы пепельница не переполнялась. И даже затушенные окурки не бросайте с балконов и лоджий». Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности и принимать необходимые меры вовремя. Легче зарубить опасные ситуации на корню, чем после разбираться с необратимыми последствиями.